Сегодняшняя тема Как объясняют ученые, клетки сердечной мышцы, называющиеся кардиомиоцитами, находятся в окружении других клеток, фибробластов. Те определяют, будут ли клетки сердечных тканей делиться или только увеличиваться в размерах. Фибробласты также активно участвуют в развитии многих других типов тканей и органов, таких как кожа, легкие и даже некоторые раковые опухоли. Результаты нашего исследования помогут по-новому взглянуть на методы лечения заболеваний сердца, утверждает руководитель исследования, профессор Дипак Стривацава. Дипак Стривацава и его коллеги смогли вырастить в одной пробирке разные типы клеток, благодаря чему удалось обнаружить влияние фибробластов на развитие клеток сердечной мышцы. Исследователи установили, что в период развития человеческого плода фибробласты активно поддерживают размножение кардиомиоцитов, а у взрослых людей этот процесс практически прекращается. При этом управление процессами деления клеток сердечной мышцы осуществляется через сигнальную молекулу, которая получила название B1-антигрин. Для проверки своего открытия исследователи вывели специальную породу мышей, в организме которых не было этот сигнальной молекулы. В результате у большинства зародышей грызунов не успевало сформироваться полноценное сердце, и они погибали еще до появления на свет. Теперь ученые намерены провести обратный эксперимент и попытаться придать взрослым фибробластам свойства эмбриональных клеток, чтобы организм человека мог самостоятельно восстанавливать поврежденные ткани сердца. По мнению ученых, новое исследование может усовершенствовать лечение последствий инфаркта миокарда. Источник, tinox.ru Ставь лайк и подписывайся на наш канал.